В рамках регионального патриотического проекта, приуроченного к празднованию 70-летия Победы, в Лабытнанге прибыл агит-десант. В его составе представители военно-патриотического клуба МВК имени Шимановского, краеведы и сотрудники окружного военкомата. Лекции для учеников школ, встречи с ветеранами и участниками Великой Отечественной войны, интерактивные занятия. Участники агит-десанта проводят в каждом муниципальном образовании округа. Самой торжественной частью таких визитов становится изготовление копии Знамени Победы. Сегодня в этом процессе вместе со школьниками принял участие и глава администрации города Олег Черевко. Обо всем подробнее расскажет Ирина Волокитина. Почетных гостей из окружной столицы кадеты 8-й школы встретили торжественным построением. Агит-десант, побывав в самых отдаленных поселках Ямала, теперь посетил и город Семилиственниц. Эта акция проводится для того, чтобы вы помнили, знали о тех событиях, которые происходили с 1941 по 1945 год. Вы воочию убедитесь, как это было. Познакомитесь с оружием Победы, познакомитесь с героями Великой Отечественной войны. Праздничные белые фартуки, памятные георгиевские ленточки, заинтересованные детские лица. Школьники внимательно слушали тематические лекции, которые для них проводили гости из окружной столицы. В свою очередь для этого дня дети подготовили песни военных лет, разучили стихи, рассказывающие о подвиге советского народа. Торжественная часть стала основой мероприятия. Перед выходом на сцену Валерия Вержанская испытывала непростые чувства, ведь на ведущих возложена большая ответственность. Ой, ну конечно же, волнение, такое важное мероприятие, такая честь, которую казали нам гости, что мы перед ними выступаем. Испытываю гордость, потому что это мероприятие, но окружного уровня, и ведем его именно мы. Наши современники, они не забывают о том, что есть такая великая дата. В первом почетном ряду ветеран Великой Отечественной войны Анна Ускова. Она принимала участие в боевых сражениях. Вместе с однополчанами освобождала Украину, Румынию, Болгарию, Чехословакию. День победы Анна Григорьевна встретила в Германии. Я очень благодарен нашим предкам, которые воевали в Великую Отечественную войну. И, в общем, очень горд за это. Я думаю, что мои сверстники, мои друзья, знакомые все, они тоже гордятся этим. Гордость и боль, радость и память – все это победа. 9 мая 1945-го – величайший день мировой истории. И ничто не может уменьшить его значение, пока мы храним память о героях Великой Отечественной войны, говорили участники сегодняшнего мероприятия. Главным событием дня стало изготовление копии знамени Победы. А гид-десант привез с собой трафареты легендарного флага. Легендарный штурмовой флаг вместе со взрослыми готовили лучшие кадеты и спортсмены школы. Вскоре стяг станет во главе праздничных майских шествий. А пока он передан знаменосной группе кадетов. Это событие глава администрации города Олег Черевко назвал чрезвычайно актуальным. В этом году мы отмечаем 70 лет нашей победы и всегда символом любой победы является знамя. Вот сегодня это знамя мы создали с вами своими руками. Наверное, пусть оно еще останется у нас надолго как символ величия и победы нашего народа. Обращаясь к вам, хочу сказать, помните, вы наследники победителей в такой страшной войне. Еще хотел бы обратиться к вам с таким пожеланием. У вас есть уникальная возможность напрямую из уст очевидцев, из тех, кто сражался на фронтах, получить информацию в нескаженном виде. Пользуйтесь ею. О войне и героях нельзя вспоминать лишь накануне праздников. Эта память должна быть с нами всегда. Слова, звучащие со сцены, находили горячий отклик в сердцах присутствующих в зале. Наш долг не оставить забвений ни одного погибшего солдата, а дать дань благодарности за героический подвиг ветеранам войны и трудового фронта. Ирина Волокитина, Григорий Волков. Программа «Время местное».